Друзья, всем привет! Наконец-то по вашим многочисленным просьбам у нас нашлось время для съемки видео о системе отопления. Речь пойдет о гравитационной системе отопления, либо о системе естественной циркуляции открытого типа. И, в свою очередь, делясь с вами полезной, на наш взгляд, информацией, надеемся на ваше спасибо в виде просмотра рекламного ролика без пропуска. Итак, поехали! Система отопления в нашем доме, в принципе, обусловлена, ну, конструкция обусловлена тем, каким методом мы можем отапливать это наше жилое помещение. У нас в распоряжении, ну, просто фантастический диапазон способов это а. дровами и б. электричеством. Больше альтернативы нет. Мы же живем в России, у нас газа для России нет, весь газ в Китае и в Европу, зачем нам газ? Поэтому, что мы имеем? Мы имеем вот такой твердотопливный котел, на котором я сейчас сижу, он теплый, мне очень комфортно, замечательно, не хочется вставать, но придется встать, как говорится, и рассказать о нем. Значит, смотрите, у меня вот такая указочка будет, она магнитная с этого конца, чтобы не прилипала к металлу, я буду вот такой вот синей штукой показывать. Значит, вот котел, называется он термофор, это модель термофор-гидравлик-студент. Я точно не помню, какие там характеристики по объему отапливаемого помещения, но могу вам сказать сразу, что берите с запасом, да. У нас помещение не очень большое, сколько у нас квадратов? 48, да, что-то такое мы считали, но в районе 48-50, небольшое помещение жилое, не сравнить с гаражом. Вот, поэтому берите с запасом, как бы не будет неприятных сюрпризов. Значит, смотрите, котел у нас, уже видите, он такой поюзанный довольно-таки, 4 года ему. Имеет он внутри чугунный колосник, вот такую рубашку, в которой циркулирует теплоноситель, это трубы полости, нижние, верхние, в которой тоже есть теплоноситель, там, вверху, можете видеть, вот свод и стоп вот такой. Скажу свое мнение, как бы котел-то пока работает, претензий к нему нет, довольно-таки эффективно. Созольный ящик, все как положено, но я бы, я бы сейчас, если нашел бы модель с просто прямоугольным, с прямоугольной рубашкой охлаждения, выбрал бы его, потому как эти трубы очистить, это отдельная песня. Соответственно, вот внутреннюю поверхность, которая к стенке прилегает, труб очистить практически невозможно, там, какими-то крючками я пытаюсь почистить, но, в общем, мне не очень удается. В общем, короче, чистить его тяжело. Если есть котлы сейчас в производстве, которые имеют прямоугольную стандартную рубашку охлаждения, с ровными стенками, я бы выбрал такой вариант. Но на тот момент, когда я выбирал, такого варианта мне не предоставилось в продаже, не попался он варить самому или заказывать, не было ни времени, ни желания. Стоил он, насколько я помню, в районе 25 тысяч этот котел. Вот. Преимущество его какое? Он имеет здесь еще плюсом встроенные тены, место для тенов. Покажи вот здесь. Вот здесь такой короб приварен металлический. И сюда вмонтировано, значит, получается сколько у нас? Три тена. Три тена мощностью по 3 киловатта. То есть общая мощность вот этого устройства 9 киловатт. О котле я рассказал, давайте вернемся к самой системе. Значит, система эта гравитационного типа, ну, то есть по-простому самотечная. Она не требует принудительной циркуляции за счет насоса. Принцип действия, ее основан на том, что при нагревании вода уменьшает свою плотность. И получается, снизу холодная вода подпирает горячую и поднимает ее вверх по стейку. Если по-простому, вот такой принцип действия. Значит, почему я выбрал именно такой вариант? Даже не с не, скажем так, возможность быть энергонезависимой в отоплении. А первая причина, это безопасность своей семьи. Ну, попытаюсь объяснить. Если мы имеем систему с насосом, да, и твердотопливный котел, то есть это получается у нас бомба замедленного действия такая. Рано или поздно у вас, скорее всего, возникнут проблемы. Никакие там предохранительные клапаны, системы вот этой безопасности, да, ну, не спасут вас по большому счету. Потому что, ну что там, у вас будет пар идти из какого-то отверстия, там, 2 мм, да, при том, что котел нагреваться будет очень интенсивно. Я считаю, что это ерунда, все равно будут проблемы. Ну, попытаюсь вот на пальцах объяснить. Смотрите, если у вас система с принуждением, с принудительной циркуляцией за счет насоса, и газовый котел, это отдельная тема. Там выключили свет, насос выключился, сработала защита на газовом котле, подачу газа он перекрыл, котел погас, все, вы без отопления и в безопасности. С твердотопливным котлом совершенно другая история. Вы заложили дрова, он у вас раскочегарился, там, допустим, рабочая температура у вас 60, насос работает, выключили свет, насос перестал работать, теплоноситель перестал циркулировать по системе, моментально начала расти эта температура, котел закипел, ну, а дальше начинается веселье, тут уже как повезет, как говорится. Вы скажете, генератор, хорошо, да, допустим, генератор, вы пробежали в сарай, там, доставать, отыскать генератор, вы его не заводили, там, 4 месяца, дергаете, не заводится, или даже если он заводится, завелся, выделили его, там, 0,4 киловатта на насос, но 15 минут прошло, за 15 минут, скорее всего, котел уже закипел, и последствия, ну, непредсказуемы, непредсказуемы, мягко говоря, то есть, что там с ним произойдет, разорвет его, не разорвет, разорвет все кипятком или вам повезет, как бы, мне такой расклад не устраивал, как бы, да, поэтому такую систему я отсек сразу, так как у нас часто выключают свет, вы сами знаете, очень часто у нас выключают свет, вот, так что остановился я на системе открытого типа, которая работает при атмосферном давлении, в такой системе максимум, что у меня здесь произойдет, это в расширительном бачке закипит вода, вот, покипит, покипит, и на этом все закончится, все успокоится, как бы, вот. Помимо безопасности для нашей семьи, громадным преимуществом является энергонезависимость, наверное, для многих это будет более важным преимуществом, чем не для нас. Значит, допустим, такой вариант с отключением электричества, который у нас часто довольно-таки происходит, как там ледяной дождь, прошел ураган и так далее, у нас легко, может, на 3-5 дней выключится электричество. Если это холод, зима, да, то, соответственно, ну, не знаю, какой вариант, генератор там, да, опять-таки, не каждые 5 дней отработает, и сколько он сожрет у вас солярки или бензин, большой вопрос как бы, да. Вот, поэтому мы в такой ситуации без проблем останемся с отоплением, воду мы можем достать из колодца, грубо говоря, ведром, но в любом случае, конечно же, в твердотопленный котел я бы ни в коем случае бы не оставлял так, без присмотра, затопили, уехали, но если только вот как-то уже он прогорает, там можно уезжать, в любом случае это все чревато довольно-таки. Так, давайте, значит, еще закончим основными моментами теоретическими. Значит, что требует такая система? Такая система требует довольно-таки больших диаметров труб. И, как бы, насчет эстетики здесь, конечно, кому как, но многим она не нравится. То есть трубы наружи, они довольно-таки массивные, больших диаметров, вот. Касаемо труб, я скажу так, что на системе самотечной я бы вообще даже не рассматривал применение полипропилена. Это мое мнение. Почему? Да потому, что это бесполезно просто-напросто. Здесь металлические трубы везде. Кроме подводок к радиаторам, я покажу, там я не мог так изогнуть, я не имею таких навыков, чтобы подвести непосредственно к радиатору, к регистру. Металлом. Я там использовал кусочки полипропилена. Но вот здесь я считаю, просто необходимо использовать металл. Почему? Потому что вот каждая такая труба, это и есть радиатор, который отдает нам в помещении тепло. Если бы здесь был полипропилен, он просто бы гнал теплоноситель до радиаторов, и уже радиаторы отдавали бы тепло в помещение. То есть вот это все было бы бесполезно. Ну просто кусок пластика. Полипропилен обладает очень низкой теплопроводностью, поэтому тепло он отдает очень неохотно. Вот если бы здесь не было этих труб, я бы... Ну покажи вот так, просто обзорно, сколько этих труб у нас вдоль стен проходит. И обратку покажи. Если бы не было этих труб, я думаю, что одними радиаторами мы бы здесь не обошлись. Было бы холодно. А так вот в каждой точке эта труба отдает тепло в помещение, что и требуется от системы отопления. Система отопления и, в принципе, и нужна для того, чтобы максимально эффективно отдавать тепло в помещение. Полипропилен вам не даст такой возможности. Котел сейчас работает от одного электротена. Температура на нем 43 градуса. И я предлагаю произвести небольшой эксперимент, имея вот такой китайский пирометр. Ясно, что на точные показания рассчитывать не имеет смысла, но нам главное уловить разницу температур. Посмотрим сейчас, какая температура у нас на трубе, на радиаторе отопления и на подводке. Давайте вот померяем. На котле у нас сейчас почти 39 градусов. Посмотрим, что у нас, допустим, вот здесь, на трубе 37,1. Так, на радиаторе 31,2. На подводке полипропиленовой 33,2. Так, еще раз, сейчас, не знаю, попал. 32,7. Так, и на уголке полипропиленовом 30, на муфте тоже 30. Ну, получается, самое горячее у нас это труба 37 градусов. Значит, смотрите, здесь у нас идет вертикальный стояк, 2 дюйма, я уже сказал. Здесь стройник и расходятся два плеча. Один пошел у нас на кухню и в ванную, и другой пошел вот через перегородку, вот сюда в спальню. Здесь у меня было переживание, что вот эта веть у меня в 2,5 раза длиннее, чем вот эта, и она будет холоднее относительно вот этой короткой. Поэтому я здесь поставил два шаровых крана. Регулировать поток шаровыми кранами неправильно, лучше это делать вентилями, но так как у меня, ну, здесь как бы не так это все важно, в общем, я поставил шарики, и ими вообще не пользуюсь. Потому что не знаю, в чем причина, абсолютно одинаковая теплоотдача идет, что здесь, что здесь. Для меня это загадка, честно говорю, не могу объяснить. Но разница в температурных режимах, да, по батареям, может быть и есть какая-то вот, ну, мне на руку даже не заметно. Несущественная. Несущественная, да. Значит, смотрите, важно, чтобы вот этот стояк был довольно-таки большого диаметра, я уже сказал, 2 дюйма, это минимум. Вот. Далее он уже переходит в полтора и расходится. Вот это называется лежний, либо подающий магистраль. Все вот эти трубы, они выполнены с наклоном. Наклон минимальный 2 мм на метр, лучше рекомендованный, самый оптимальный, это 5 мм на метр, то есть полсантиметра на метр. Но здесь где-то так и сделано. До 7, насколько я помню. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, да. Я здесь делал, старался выдерживать 5 мм на 1 метр. Здесь, значит, у нас по классической схеме эта труба, она идет поверху и опускается вот такие тонкие стояки до батарей. Но я посчитал, что зачем, какой смысл. Мне кажется, смысл, как говорится, не меняется от того, что если я здесь сделаю вот такое вот опускание и под подоконником проведу дальше вот эту вот подающую трубу. И от нее уже, как вы видите, я запитал вот диагонально вот таким образом батареи, которые внизу уже уходят в обратку и возвращаются к котлу. Вот о чем я говорил. Здесь, вот видите, я не мог изогнуть так трубу и мне нужно было варить на месте. На месте я варить не мог, поэтому я вышел вот таким решением техническим, применил здесь полипропилит. 25-й, не сильно заужая проходное сечение. Да, вот проходные сечения в самотеке очень важны. Ниже 25-ти, это, по-моему, минимальный диаметр, который можно применять здесь. Все, что уже, будет уже ухудшать работу самотека. Я не сказал еще важную вещь. Значит, самотек работает не прямо пропорционально. Там график нелинейный. То есть он у вас получается, как объяснить, получается, чем у вас горячее нагревается вода в котле, тем выше скорость циркуляции. Надеюсь, понятно, да? Естественно, она намного ниже принудительной, но здесь есть преимущество в самотеке какое. В принудиловке температура в системе падает на, по-моему, 10-15 максимум градусов, а в самотеке на 20-25. То есть у жидкости больше времени отдать тепло через батареи в помещение. Это преимущество определенное. Но разгоняется самотек получается дольше, чем принудиловка. Вот такое отступление. Так, дальше смотрим. Вот, значит, идет у нас эта ветка в ванну. Здесь все, видите, было рассчитано так, тютелька в тютельку. Я прямо вот, ну, как говорится, пытался влезть в исходные данные. И вот здесь вот, видите, такие вот переходы, витиеватые у нас получились, потому что мне нужно было вот сюда умудриться разместить батарею, а уровни пола совершенно разные. Ну, мне удалось. Здесь, правда, стоит 35-й радиатор. Это у нас, сейчас скажу, биметаллический радиатор 35 размер. Как он? Монолитри фар, по-моему, что-то такое, что-то. Вот. И вот здесь практически вот по полу я опустил обратку, и там она у нас выходит уже, чтобы влез вот этот радиатор, сделано такое колено. И еле-еле я его сюда запихал, но запихал. И вот пошла обратка с контруклоном уже в другую сторону, также полсантиметра на метр и идет дальше до котла. Идет, идет она до котла. Здесь вот еще одна особенность таких систем, это порог. С такой системой вы не сможете сделать дверь без порожка, так как, ну, если в этом месте проходит труба, так как она, конечно, забирает определенное пространство. Вот вы можете видеть, как вот это здесь сделано. Но этот порог у нас был по конструктивным особенностям этого здания, поэтому мне по барабану был, он все равно бы этот порог остался, поэтому, как бы, в моем случае неактуальная проблема. Вот, дальше, значит, обратка у нас возвращается вот сюда, в тройник, вот сюда в тройник и в котел вот с этой стороны. Сразу смотрите, я вам покажу, значит, я сделал на байпасе насос, циркуляционный насос. Для чего я поставил циркуляционный насос? Так как я делал систему эту первый раз и, не знаю, последний ли или нет, в общем, я переживал по тому поводу, что будет ли она функционировать или нет, поэтому я сразу же вот в этот узел обратки сюда поместил циркуляционный насос по байпасу, вот так, по-моему, правильно я называю, но не обессудьте, если ошибся. Ну, грязевик стандартно, значит, насос сам и два крана, значит, да, и кран вот на основной трубе. То есть, если мне нужно подсоединить, чтобы система работала через насос, я открываю вот эти краны, перекрываю вот этот большой кран, да, основной, по которому вода циркулирует, минуя насос, и всё, и система уже работает принудительно, прокачивая вот так сюда жидкость, теплоноситель наш в котел. Но включал я его, ну, наверное, два-три раза, первый раз, когда собрал с системой, посмотреть, что она работает, и ещё два раза, чтобы, как говорится, не заржавело. всё, более я и даже ничего здесь не перекрываю, не включаю. Но так иногда дёргаю краны, чтобы они у меня не это, совсем уже тут подвижность не потеряли, как бы вот для этих целей только. То есть, система работает без этого насоса, без проблем. Можно было даже его и не ставить. так, пока я здесь. Смотрите, почему столько кранов? Столько кранов, потому что эту систему я сделал с возможностью модернизации. Так как мы проживаем здесь сейчас постоянно, теплоноситель у нас вода. В открытую систему нельзя заливать антифриц, понятно, да, потому что он будет испаряться, и это не полезно для здоровья. Но система эта у меня с возможностью модернизации и с возможностью сделать её закрытой. То есть, вот сюда я могу поставить расширительный бак. Вот я здесь выход как бы предусмотрел. Сюда ставится расширительный бак и самотёчная система, несмотря на то, что вам могут говорить, она не будет работать в закрытой системе, основываясь на своем опыте эксплуатации вот этого всего, что я сам сделал и изучил, я думаю, что она будет работать в закрытой системе тоже. Просто менее эффективно. Будет несколько медленнее циркулировать, но думаю, что работать будет. Но суть не в том, я могу здесь сделать и принудительную закрытую систему, и самотёчную закрытую систему, если вдруг мы отсюда уедем и мне нужно будет залить антифриз, да, я поставлю расширительный бак и как бы будет у меня это всё работать. Вот. Вот этот кран, это сливной кран, сливаются остатки с котла, основной слив я вам покажу потом. Вот закрыто это всё, чтобы ребёнок не поранился, да, понятно, здесь вот раз кран, вот этот кран я даже не помню, для чего я здесь поставил, а, я заливал, заливать планировал изначально через этот кран в воду, но я сейчас заливаю по-другому, я вам покажу. Сразу анонсируя, скажу, что система имеет аварийный сброс воды, если вдруг что-то произошло, форс-мажорное, и я не знаю, что должно произойти, но на всякий случай система есть аварийный, имеет аварийный сброс, я вам потом, уже в конце видео, кто досмотрит, досмотрит, я расскажу о ней. Значит, расширительный бак стоит вот здесь, это какая-то там, селедочница, что ли, из метра, из нержавейки. По поводу расширительного бака, консультируясь с людьми, знающими, даже на известных каналах я задавал вопросы людям, кстати говоря, канал такой вода и тепло, по-моему, называется, я начал смотреть этого специалиста, автора, когда у него там было буквально до 1000 подписчиков, сейчас канал огромный и человек очень грамотный, есть смысл к его советам прислушиваться, но он мне сказал, что такая схема работать не будет, что расширительный бак должен обязательно быть на чердаке, и всех, кого бы я не спрашивал, кто якобы специалист в системах отопления, все мне говорили, что бак должен быть на чердаке, только почему, никто объяснить мне не мог, вот, то есть, на чердаке бак это что, это значит, его нужно утеплить, бак мне сказали, вот это вот, ну, Ленина говорит, работать не будет, что это такое, ты бы еще кастрюлю туда повесил, бак должен быть огромный, но на самом деле, бак должен быть 10% от объема вашей жидкости, у меня объем здесь 100 литров, 98 по-моему, я замерял, вот, то есть, 10% это 10 литров, но здесь нету 10 литров, потому что, кстати говоря, заполнен он у меня буквально вот так, и я за сезон доливаю воду один раз, полтора или два литра бутылку, вот Лен не даст соврать, это, то есть, без проблем. Ну, там сверху закрыто. Вода, вода, вообще, отступлю еще раз, воду желательно в такой системе не менять, значит, почему? Залитая вода удаляет кислород, систему удаляет кислород из воды через этот расширительный бак, и в определенный момент у вас вода, которая циркулирует в этой системе, она практически без кислорода остается, и тем самым вы сохраняете срок эксплуатации вот этой системы, так как нет окислителя, и у вас не будет ржавчина в трубах. Если вы будете постоянно менять воду, как это делается, допустим, в отопительных системах в Москве, то очень быстро они придут в негодность, металлические системы именно. Вот такой нюанс еще есть. Так что, здесь я залил систему первый раз попробовать, слил, замерил объем и залил еще раз, и больше я и не меняю, четыре года у меня здесь одна и та же вода. Подливаешь только немножко. Да, немного подливаю. Так что, возвращаясь к решительному баку, вот, против всех законов, как мне говорили, не вынося его высоко, говорят, что он должен намного выше быть, да, вот в такой схеме без проблем все работает. Никаких утеплений на чердаке, никаких гигантских этих вот бочек не надо, вот, работает, все. на решительном баке сверху крышка, и в крышке просто отверстие, ну, не знаю, 20 миллиметров, для сообщения с атмосферой можно еще меньше, мне кажется, без проблем все будет работать. от этого тройника влево у нас уходит вот подающая труба через перегородку в спальню, здесь опускается под подоконник, и также с уклоном 5 миллиметров на метр идет до крайней батареи, и возвращается от нее по обратной магистрали, здесь вот тоже диагонально сливается с вот этой большой батареей, и идет также через перегородку на обратку в котел, вот сюда. Про дымоход. Дымоход нержавейка, миллиметровая, проходка через плиту перекрытия железобетонную, железобетонная труба просто отверстие сделано чуть шире, никаких там изолирующих, ничего, то есть бетон, что бояться, он не загорится, да, здесь вот экран, и утеплители там 10 сантиметров минваты, и на чердак выходит уже сэндвич-панель, и сэндвич-панель проходит через крышу на улицу, здесь нет сэндвич-панели, почему? Потому что зачем я буду изолировать тепло, которое мне нужно в помещении, правильно? Правильно. То есть труба и является еще дополнительным обогревателем вот этого помещения, все. Здесь ставится экран декоративный, чтобы ребенок не проходил, не хватался за нее, вот на лето экран убирается. Когда ребенок вырастет, в этом отпадет необходимость даже вот как бы в экране. Труба собрана как вы же говорите? Труба собрана по конденсату, то есть верхняя часть, типа, тихо, ну ты... Ну, она же расширяется, она с зазором. Верхняя часть вставляется в нижнюю. Понятно, да? Зачем? Затем, чтобы у вас Никита ни конденсат, ни криозот, не стекал, вот здесь вот потеками некрасивыми, не было вони, а все оставалось в трубе. И выгорало впоследствии, да? Свой опыт по поводу сбора дымоходов, могу сказать, что герметики, вот это все, это бесполезная трата денег просто-напросто. Все это от нагрева имеет свойство расширяться. Вот сейчас, видите, это свободно, хотя все собиралось довольно-таки плотно. Когда я затоплю печь, все зазоры, труба нагреется и расширится, и все зазоры уйдут. Так что эти герметики в любом случае они со временем перестают выполнять свою функцию, я не вижу в них никакого смысла. Если дымоход с правильной тягой и правильно собранный, в герметиках вообще нет никакой необходимости. Саша, а как чистить трубу, если там герметик? Ее же не разберешь? Не знаю. Да, кстати, периодически мы чистим трубу, она вся разбирается, вот этот конец у меня закреплен на крыше через кронштейн, он не упадет, вот это все снимаю, чищу шомполом трубу, ну раз в два года мы делаем так, для профилактики чистой, в этом нет особой необходимости, но как бы я люблю перестраховаться, чтобы мне не в минус 30 там лазить, короче, а я осенью делаю, в этом году не делал, грешен, нет времени. Ну и у людей разные дрова тоже. Да, и разные дрова, сырые, может быть, и так далее. Так, ну про отопление дровами тут рассказывать особо нечего, да, вот топка, забросили, отрегулировали тут зольником тягу, сколько вам как надо, чтобы горело, чтобы тлело, либо горело, тут сами уже смотрите. Вопрос теперь по тенам. Возвращаемся к тенам, да, три тена по три ватта, киловатта, пардон, три тена по три киловатта. Вот у нас идет сюда проводочка в стену заходит, вон, кстати, пароводочка от насоса у нас, то есть он здесь не для красоты, он работает. Я сейчас даже могу его включить. Слышно? Да, что-то там полилось, как будто сильнее. Ну, он очень тихо работает, но он работает, значит, ладно. Теперь давайте я вам покажу, смотрите, как записаны вот эти три тена, для чего их три, и почему это удобно. Вот у нас щиток. Это щиток основной на электропитание дома. Вот здесь вот, вы можете видеть, все по группам. И вот этот щиток, это чисто на котел. Смотрите, три защитных автомата на 16 ампер, вот подписан, значит, ТН1, ТН2, ТН3. То есть ТНы у нас разбиты по фазам. У нас 380, в доме 3 фазы. Вот каждый ТН подключен на свою фазу. Значит, вот включенный автомат, это ТН на третьей фазе, третий ТН. Он у нас работает от программируемого таймера. Вот видно, да? Ну, в общем, таймер этот запрограммирован на определенное время включения. Объясню, для чего это нужно. днем, допустим, мы топим дровами, да, чтобы ночью не замерзнуть, я программирую таймер, скажем так, на включение там с 5 утра до 8 утра. То есть мы спим, а отопление включается в 5 утра и до 8 работает. То есть мы встаем, у нас тепло, мне не нужно там бежать утром, быстрее дрова там туда запихивать и топить. Мы можем, в принципе, как мы сейчас делаем, сейчас у нас 19 ноября, мы еще дровами не топили, на улице 0, там минус 2, мы топимся только электричеством пока. вот. И, соответственно, у нас запрограммирован таймер, что он там включается, ну, любое время включения мы можем запрограммировать, как нам удобно, хоть там 5 раз в день, хоть 1 раз в день, не важно, как хотите. Вот обычно у нас режим такого ночного включения программируется там, рано утром он включается и там часов 8-9 утра выключается. Мы встаем, у нас тепло в доме. Вот. Это, значит, касаемо вот этого ТЭНа на третьей фазе, скажем. ТЭН на второй фазе. Нет, давайте сначала попроще. Вот ТЭН на первой фазе. Он, а, не сказал, все ТЭНы включаются через контакторы. Это такие электромагнитные включатели, которые позволяют высокий ток через себя пропустить без подгорания контактов, чтобы прослужил этот прибор дольше. вот этот прибор дольше. Надеюсь, понятно объяснил. Вот ТЭН номер один включается просто автоматом. Вот здесь флажок, видишь, послушаем, услышим, наверное, вот он. Вот. Это просто мы здесь из дома можем включить еще один дополнительный ТЭН, но мы им не пользуемся вообще. Вот пользуемся либо этим, либо вот этим. Вот этот ТЭН на второй фазе, он сейчас просто включается, вот, слушай, он включается тоже через контактор, но чем он замечательен? Сейчас я покажу. В чем фишка вот этого второго ТЭНа? Фишка в том, что управлять им, этим ТЭНом, я могу с телефона. через мобильную связь, с помощью сигнализации, которая имеет управляющий выход, подключенный вот к этому контактору второго ТЭНа, я могу с телефона включать свой ТЭН из любой точки земного шара, где есть мобильная связь. вот у меня приложение на моей сигнализации, номер я сигнализации, номер симки, используемый в сигнализации, я заклеил. Ну, мы вас любим всех, а нас не все любят, как бы, да, на всякий случай. Вот здесь у меня оповещение приходит о состоянии дома, значит, ежесуточно, и вот сейчас мы видим реле включено. Вот температура, допустим, 16 градусов была, да, ну, информация о сработавших выходах, входах, статус, значит, охрана включена, выключена. Суть не в том, вернее, даже суть-то и в этом тоже, потому как у меня на этой сигнализации объединены четыре температурных датчика, которые размещены, допустим, один вот здесь, покажи. Ты даже не знаешь, где он, да? Вот он стоит, вот он стоит. Простите, а вон там, что за фигня? Чёрненькая, я думаю, вот она. Это антенна. Такой же стоит в ванной, в гараже, в ящике видеонаблюдения, чтобы там была температура необходимая для этого и видеонаблюдение у меня не выключалось и работало постоянно. В общем, у меня эта система позволяет отслеживать температуру в доме. И если я, допустим, запрос я могу делать ежеминутно, ежесекундно. Запросил температуру, она мне прислала четыре температуры в гараже, здесь в коридоре, в ванной, там, в видеонаблюдении, значит, смотрю, ага, прохладненько, надо включить тэн. Посылаю команду, включается тэн, все, я спокоен, где-нибудь там далеко, вот, у меня здесь система не разморозится, так как она с водой, я уже говорил об этом. Вот, очень удобно, просто великолепно. И, как бы, сейчас у меня по умолчанию сигнализации этот выход активирован, он включен, и я управляю этим тэном от автомата, просто-напросто через контактор. Вот, то есть, у нас напряжение не стабильное, и я смотрю, где оно выше, либо вот этот тэн включаю, либо вот этот тэн включаю. И когда нужно быстро прогреть, могу включить два, но это дорого, я стараюсь так не делать. Вот, так что, вот такая система автоматики у нас стоит на котле, который имеет функцию электрического подогрева. Хочу добавить, что то, что через интернет срабатывает все это дело, это очень удобно, и через телефонную связь. То, что удобно, что ты можешь заранее включить отопление в доме, если ты, допустим, здесь отсутствующий. Да, но так как мы живем здесь сейчас постоянно, и для нас это не сильно актуально, но очень удобно было раньше, когда наездами здесь бывали, и как бы все это здорово, короче говоря. Не просить соседей печку топить-то? Нет, это исключено. Знаю много случаев, когда ничем хорошим это не заканчивается. Ну и теперь давайте про бонус. Система аварийного слива воды. Пойдемте. Ну и на случай, если вдруг какой-то форс-мажор происходит, система теряет герметичность резко и заливает полы, у нас есть вот такой аварийный сброс воды. Этот кран открывается, и вот по этой трубе вода удаляется у нас вот техническое помещение подвального типа. Вот эта труба и она удаляется в канализацию. Здесь открыты у нас все краны для слива. Вот он открыт, этот кран. За стеллажом плохо видно, но вот. И труба в канализацию. То есть открыв тот красный кран сверху, мы сливаем максимально быстро всю воду. И также вот через этот узел я могу наполнить систему свежей водой, если мне это нужно, перекрыв вот этот кран и открыв вот этот кран. И получается практически с нижней точки мы заполняем систему свежим теплоносителем без всяких воздушных пробок весь воздух выходит через верх через решительный бак и мы без проблем быстро имеем рабочую систему. Так что в принципе вот такие технические решения мы применили на своей системе отопления. делал я ее первый раз без каких-либо там навыков сварщика больших знаний по отоплению в гидродинамике там каких-то знаний особо серьезных. Вот все это возможно все это не сложно нужно просто время почитать поизучать посмотреть ютубчик правильные каналы где вас научат сварки вот по поводу как я это делал нюансы это очень долго если я все это буду рассказывать здесь если есть в этом необходимость я могу еще доснять ролик где я попытаюсь рассказать как я это своими руками все сделал и как это все в принципе без проблем 4 года уже работает друзья на этом все надеюсь что это видео было вам полезно я пожалуй останусь здесь у меня здесь все необходимые запасы есть вот а вам всего хорошего ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь на канал жмите в колокольчик не пропускайте рекламу это повторюсь будет вашим спасибо за ту информацию которую мы вам предоставляем но пасаран вот такой защитный самодельный экран мы ставим для защиты ребенка от горячих элементов затопили печку дома теплой дровишки вот тут стоят красота два я приятного дня Продолжение следует...